События. Эхо Германии. Мы беседуем сегодня с Александром Городницким, о его друге, композиторе и барде Викторе Берковскому. Послушаем стихотворение Александра Городницкого, посвященное памяти его друзей-бардов, поэтов 60-х-80-х годов XX века, памяти Виктора Берковского и Евгения Клячкина. Новое стихотворение Александра Городницкого, написанное в августе 2010 года, из цикла «Американские тетради». Это стихотворение называется «Дом Наташи Могли». Берковский в доме у Наташи Могли, и Клячкин в доме у Наташи Могли, вдали, как в перевернутом бинокле, минувший 91-й год. Они еще улыбчивы и юны, не все еще дописаны их руны, один из них настраивает струны, другой негромко песенку поет. Берковский в доме у Наташи Могли, и Клячкин в доме у Наташи Могли, из них любой тогда представить Могли, что никогда не встретится им впредь, что через 20 лет в такой же вечер, вдруг вспомнив, что никто из нас не вечен, мы будем их нечаянно встречу в магитофонной записи смотреть. Берковский в доме у Наташи Могли, и Клячкин в доме у Наташи Могли, фрагменты в жизни, прожитых и докли, еще годовых не отмерен счет, в небытие пока еще не Канов, они сидят у края океанов. Развощеки Димочка Богданов подыгрывает Виктору. Еще. Берковский в доме у Наташи Могли, и Клячкин в доме у Наташи Могли, они сегодня облачко дымокли, у вечности бесстрастной, на весах. Я подбородок уперев в ладони, сижу в ее гостеприимном доме, в раздумьях о их нелегкой доле, о их неповторимых голосах. Берковский в доме у Наташи Могли, и Клячкин в доме у Наташи Могли, за окнами закат вечерний смогли, 20-й век захлопывает дом, покуда не настигла нас расплата, и неизвестна траурная дата. Снимайте нас на видео, ребята, чтоб юные вы делались потом. Посмотрим архивную видеозапись с концерта «Песни нашего века», где вы услышите голос Виктора Берковского. Мы сейчас споем две песни. Я программу не вижу, он все не смотрит. Миксонович, я тоже не вижу. Мы споем две песни о Куджаво. И я вам должен просто в качестве приема, особенно как вторая песня, это собственно и первая. О Куджаво – человек с очень большим чувством юмора, и он в его стихе всегда ироничный. Это надо всегда понимать, когда слушают, какой жар. Я всегда вспоминаю, однажды мы это с Городинским вспоминали, мы там были, я не помню, кто здесь присутствует. Ибо бы не был, да? У нас был концерт «Ленинграде». Такой общий концерт, это было много участников. Вышел, не будем скрывать, Вахта Егор, где начал песню петь о том, что вот лечит наш певший фильм, а впереди вожак по имени Булат. А после него пел Акуджаво. Вышел Булат, шалыч Акуджаво, и спел. Дроги любят собираться в стае, Впереди главный вошей профессии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Песня о корове, Родине Рим Не везёт мне смерти, повезёт в любви Песня о корове, Родине Рим Не везёт мне смерти, повезёт в любви Ваше благородие, госпожа чужбина Жарко обнимала, ты так только не любила Ласковые сети, постой, не лови Не везёт мне смерти, повезёт в любви Ласковые сети, постой, не лови Не везёт мне смерти, повезёт в любви Ваше благородие, госпожа, удача Для кого ты добрая, а кому ты иначе Ласковые сети, постой, не лови Не везёт мне смерти, повезёт в любви Ласковые сети, постой, не лови Не везет мне смерть, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, Значит, моя песенка до конца не спела. Перестаньте черни клясться на крови. Не везет мне смерть, повезет в любви. Перестаньте черни клясться на крови. Не везет мне смерть, повезет в любви. Перестаньте черни клясться на крови. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне взыкнули, мне, в любую сторону твоей души. А на спецовочке такой промасленный, Бегни, мысли, мы такой помень. А на дядянька, мы были счастливы, Уложай, конечки, в своих конях. А на дядянька, мы были счастливы, Уложай, конечки, в своих конях. А твой суток, да душа грима, Готовы снова и спеши, спеши. А на дядянька, мне за дубрины, В любую сторону твоей души. А на дядянька, мне за дубрины, В любую сторону твоей души. В любую сторону твоей души. В любую сторону твоей души. АПЛОДИСМЕНТЫ